Это потом Березовский научит его говорить без фени и носить костюмы. А тогда генеральный директор завода ходил в спортивных штанах с вытянутыми коленями, а любимыми его словечками при обсуждении бизнеса были слова «нагнуть» и «кинуть». Узнали о ком я? Нет? А ведь его имя сегодня у всех на устах. Один из самых богатых людей в России – Олег Дерипаск. Владелец заводов и яхт. Хотя, извините, я сейчас не о яхтах. Привет! С вами Полина Немировская и короткие истории для тех, кто давно забыл то, что было совсем недавно. Старки с Ланнистерами еще не угрожали друг другу зимой, оптимисты надеялись на медведевскую оттепель. В 2009 году на вопрос «Куда едет Путин?» никто бы не отшутился в Гондурас. Путин в том году ехал только в Пикалево. Путин, Путин едет в Пикалево. Путин, Путин сделает нам клево. В мире был кризис, в России тоже. А у рабочих цементного завода в городке Пикалева Ленинградской области давно уже не было зарплаты. Зарплаты не было и у рабочих других заводов. Но только пикалевцы додумались 2 июня 2009 года перекрыть федеральную трассу. Заметили это не только дальнобойщики. Вскоре в мятежный город приехал и сам премьер Владимир Путин. Вместе с ним был и Олег Дерипаско, владелец пикалевских предприятий. Тогда он уже носил дорогие костюмы, играл в гольф и, скорее всего, у него даже была яхта. Почему это яхта постоянно всплывает? В общем, используя выражение рабочей юности Олега Дерипаски, олигарха демонстративно на глазах у всей страны нагнули в прямом эфире. Но главным героем этой истории стал не Олег Дерипаско, не пикалевцы и даже не нагнувший его Владимир Путин. Обычная авторучка. Вот такая. Но моей-то авторучкой даже эльфа Добби не допугаешь. То ли дело ручка Владимира Путина. Это вам почти как медь джедая. Я не вижу, вы же подписчики. Пишите. Идите-ка. Повышка на лице. Повышка на лице. Фраза «ручку верните» сразу же стала главным мемом года. Путин, Путин, едет в Пикалево. Путин, Путин, сделает нам клево. Путин приехал, Путин сделал. Клево, как в песне. Многие думали, что вслед за ручкой Дерипаско отдаст и все нажитое непосильным трудом. Но что же это было? Конечно, не настоящее наказание, а так, легенькие отатушки. Да и не может быть иначе между двумя близкими людьми. В конце концов и Путин, и Дерипаско члены одной большой семьи. Генеалогическое древо рисовать слишком сложно, но мы сошлемся на источник. Я знаю, что вопрос о его женитьбе обсуждался в группе Черных с 1998 года. Они сначала хотели его женить на дочери одного генерала ФСБ, потом на дочери Бориса Березовского, но в конце концов был выбран вариант Юмашева. Жених здесь Дерипаско, а братья Черны и те, кто занимались его судьбой. Дерипаско – зять Валентина Юмашева, Юмашев – зять Ельцина. Валентин Юмашев и его жена Татьяна сыграли огромную роль в том, чтобы Ельцин назначил преемником именно Путина. Вот и вся семейная история. Так что Путин вовсе не так одинок, как можно было бы подумать. На самом деле он лишь наиболее заметная часть из той группы олигархов, силовиков и крупных чиновников, которые управляют Россией. Но самое интересное кино началось после того, как на экране загорелась обнадеживающая надпись «Конец». После показательной порки Дерипаско был щедро вознагражден. Государственные банки выдали новые кредиты, по старым платежам он получил отсрочки. Ну, вы поняли, что шоу под названием «Пикалевская флагеляция» было щедро оплачено из наших с вами карманов. А что Дерипаско? Корабль, то есть яхта, плывет, но не ведет Дерипаски со словами из пяти букв. То ручкой махнут, то рыбка заговорит.